Помимо психотерапии я занимаюсь также работой артиста, я занимаюсь вокалом, хожу на танцы. На наш урок с Асей к нам пришла в гости Наталья. Она наблюдала за процессом, как мы работаем, чтобы увидеть, что она еще может подсветить конкретно в нашу работу в сессиях. Всем привет, это реальти-шоу, и здесь Лена Скибина сегодня. Привет, это я. И сегодня мы будем делать всякие прикольные движовые штучки и подбирать репертуар. Вы готовы? А вы будете подсматривать за этим. Этот урок был направлен на подготовку меня к проекту, где мы собирали программу. Но, конечно же, когда в комнате, кроме вас, есть еще кто-то, ты сразу начинаешь как-то контролировать процесс четче. Ты думаешь, как сделать так, чтобы все получилось идеально. Ну, возможно, это только у меня. Я свое ощущение помню, что какое-то время, начало урока, я прям ощущала Наталью за спиной, что здесь есть еще кто-то. Я занимаюсь все вместе. В том, когда мы погрузились в процесс, стали придумывать какие-то, ну, пошли идеи, мы придумывали интересные вариации в треке. И как-то в этом процессе я отвлеклась и уже забыла немножко, что здесь есть кто-то еще. Меня вот эта работа поглотила. Мне нравится, что Лина хорошо чувствует и ощущает сама свой репертуар, поэтому чаще всего она приносит какие-то идеи по песням, по трек-листу сама, а дальше мы их уже докручиваем. Нет больше травмы, время на душе, время на душе, лечит травмы. Я с тобой навсегда. Это еще на все. Это такая вот крутая космическая. Сейчас, теперь можно долго вставить. Вот он, нет. Нет больше травмы. Нету ауты. Больше, больше. Не знаю. Мне хук этот нравится. Гитарный. Я просто думала, вот если не брать вообще лирическое начало, а вот это отрезать и от него сделать выход на начало. Да. Тогда будет все в одной единой концепции. Логично. Представим, что это интро. Да. Первую фразу, что надо спеть. А во второй фразе, получается, в лирической части был второй повтор. А какой же? О, его надо опять по-другому. И это тот этап, когда с вокалистом идет общение, как я называю, на космическом языке, хотя и язык техники, он тоже существует, он не близок, и где-то что-то можно поправить. Но в целом этап идеи придумывания, как мы представим песню, он всегда бешенотворческий, и мы иногда просто понимаем с полуслова друг друга. Ну, можно стандартно один раз. Один раз пусть будет. А вот тогда пошло, пошло, пошло. И есть такая категория вокалистов, которые приходят для того, чтобы готовиться, и с ними работа идет на совершенно другом, я бы сказала, уровне взаимодействия, понимания. И чаще всего производит впечатление на команду и приводит к результату. Так было в предыдущих подготовках с Линой к двум шоу, в которых она за последние несколько месяцев, и за последние полгода уже успела поучаствовать. Соединились наши орбиты, Мы видим мир, которого нет, Что к тебе тянет? Работа с Асей мне всегда комфортна, потому что мы понимаем друг друга на космическом уровне, практически с полуслова, со взгляда. Я знаю, что имеет в виду Ася, когда она предлагает что-то. И я понимаю, что я доверяю ее чутью, ее вот этому фонарю внутреннему. И все, что она говорит, оно имеет под собой действительно такую почву. Она не просто говорит, ну вот, сделай так просто, сделай так. Если ты хочешь... Если хочешь драматичь, я больше поднял людей тучу. Хочешь шаг, наверное, делай. И ты действительно пробуешь и понимаешь, что, блин, это классно, это правда звучит. В этом смысле мне очень нравится эта мобильность и эта скорость. В этом поле, которое создает Ася, я могу максимально раскрываться. Я точно знаю, что у меня получится. Важно найти своего педагога, который будет тебе давать этот комфорт и свободу и в звучании, и в теле, и в мыслях. Вот этот мэч вашего состояния, вашего языка. Это очень важно. Лина сама по себе это человек в моей терминологии, такой пластилиновый. То есть с ней можно за короткий промежуток времени делать совершенно разные вещи, потому что это профессионал, хорошо подготовленный вокалист. Она отлично владеет своим аппаратом, она отлично владеет своим телом, с собой, своим состоянием. Поэтому сама по себе работа над песней, для шоу, над песней, для кастинга, она всегда выглядит как большой творческий процесс. Мы обмениваемся мнениями, накидываем какие-то идеи. Далее я смотрю, в общем, на концепцию, которая получается, и пытаюсь добавить, зная уже ее сильные стороны, какие-то фишки, которые могут обратить на себя внимание, заинтересовать команду. И именно такой была наша встреча. Мне очень понравилось. Я ушла с таким ощущением, что я как будто наполнилась, потому что я сама преподаю вокал, работаю с людьми, и это немножко другое наполнение. Но когда ты идешь и делаешь что-то для себя, работу с собой, совершенствуешься, это другое наполнение, и это прям вот заряжает. Но все равно на фоне была какая-то усталость. После нашего урока с Асей мы сразу переместились в другой класс. Мы занимались виплеем. Так получилось, что мы решили там же провести нашу сессию с Натальей. На сессии с Натальей присутствуют только я и Наталья. Вы только что-то интенсивно поработали? Да. Как тебе чувствуешься? Ну, нормально. Расскажи мне о том, как это было. Присутствовал посторонний человек на занятии? Сначала я чувствовала присутствие, что мы здесь не одни. А потом, когда мы пошли в процесс, уже работала нашу, и вот именно в поиск, я уже абстрагировалась и забыла. А вот это присутствие в самом начале какие чувства вызывало? Ну, вот это вызывало чувство, что у меня там на упражнении, к примеру, что-то не получалось. И хотелось при присутствии сделать идеально все. Вот так. А как это в теле ощущалось? В теле? Ну, вот так вот, вот так типа стараться. Зажим? Не знаю, зажим ли это. Это как вот... Вот это как? Нет, ну, оно не прямо, что я зажата. Скорее всего, это как-то вот урывками. Урывками что? Ну, вот как-то вот так поджалось, расслабилось, поджалось, расслабилось. Ну, то есть поджималось? Ну, да, контроля я это называю в своем понимании. Да, то, что я постоянно вот контролировала. То есть, когда хочется сделать идеально, появляется что-то контролирующее внутри. Да. Хорошо. В своей работе я смотрю в то, откуда появились те или иные сценарии поведения, и у них всегда есть точка отчета. Дальше зависит уже непосредственно от клиента. Готов ли он нырять так глубоко? Готов ли он посмотреть на свою жизнь немножко со стороны? Осознать, что есть какие-то привычные сценарии поведения, паттерны, в которых он себя замечает? Увидеть, что он почему-то так себя ведет? И заглянуть еще глубже, чтобы обнаружить вот эти первоисточники? На сессии мы начали смотреть на мой контроль. Увидели, что у меня есть определенное напряжение в теле. Я часто зажимала губы. После этого мы обнаружили, что за этим стоит много грусти. И вот эту грусть мы распаковывали. И самое здесь главное – это встретиться с теми частями, которые испытывают эту грусть, которым так необходимо внимание. Потому что они были вытеснены, когда ты была маленькая. За периметр. А сейчас не до вас. Будем спасать папу. Мы папу очень любим, нам нужен этот контакт, мы без него не можем. Мы что-то маме еще должны. И поэтому вы пока подождите со своими потребностями. Мы пока вот сейчас вот тут будем делать все возможное, чтобы ваши потребности удовлетворились. Но время прошло, а механизм закрепился. И эти части вытеснены, они там грустят. А здесь уже ты есть взрослого. И если мы можем помочь встретиться с этими взрослыми частями, то процесс пойдет совсем в другую сторону. Это очень хрупкий момент, когда поднимается много тяжелых детских чувств. И моя задача как терапевта – помочь человеку сохранять ощущение себя большим взрослым, несмотря на то, что в этот момент поднимаются очень детские, очень тяжелые, очень болезненные чувства, которые заставляют чувствовать себя невероятно уязвимо. Но я по-прежнему в этот момент вижу перед собой взрослого, осознанного, самостоятельного, самодостаточного человека, который успешно справляется с жизнью, но у него внутри есть вот эти чувства. И когда он с ними встречается, он обретает еще больше силы, еще больше возможностей получать желаемое и взаимодействовать с этим миром на своих условиях. Честно, было не так, ну не то чтобы некомфортно, но не получилось максимально расслабиться. И в принципе какая-то тема была, и разговоры, и мысли, они немножко были напряжены, я это ощущала. Такой не самый позитивный сегодня эпизод наших встреч. Да. Но это про то, чтобы давать место тому, что внутри на самом деле происходит. Признавать этих маленьких деток внутри себя.